Итак, как же работает подводная лодка? Первое упоминание о судне, способном погружаться под воду, появилось еще в 1190 году. К решению этого вопроса подошли весьма остроумно, решив использовать в качестве балласта то, с чем в море точно проблем не возникнет, а именно воду. Ее обеспечивает особая конструкция корпуса субмарины, который в свою очередь может состоять из двух корпусов, прочного и легкого, или только прочного. Разница состояла лишь в том, что пар для турбины должен вырабатывать не привычный котел, сжигающий органическое топливо, а котел атомный. Так появился проект 667, в результате которого и была создана первая советская атомная подлодка. Одним из самых сложных и дорогих военных механизмов, безусловно, являются подводные лодки. На нашем канале мы уже неоднократно рассказывали вам о новейших российских субмаринах. Но говоря о вооружении, мощности двигателей и прочих технических параметрах, мы никогда не упоминали о базовых принципах действия подлодок. А между тем, это вполне заслуживает внимания. Итак, как устроена подводная лодка? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного, и мы начинаем. Первое упоминание о судне, способном погружаться под воду, появилось еще в 1190 году. В германском сказании «Соломон и Маркальф» главный герой сумел построить лодку из кожи и скрыться от преследования вражеских кораблей, погрузившись на дно. Позднее чертежи подводных аппаратов встречались в работах гениального Леонардо да Винчи, а первый реальный прообраз современных субмарин был построен в 1620 году по проекту Корнелиуса ван Дребеля. Изготовлено судно было из кожи и дерева, а в качестве движущей силы использовался шест, которым подводник отталкивался от дна. Спустя 180 лет в 1800 году была построена крайне несовершенная, но все-таки совершившая несколько успешных погружений подлодка под названием «Наутилус». А по прошествии еще 70 лет это название увековечил в своем романе «20 тысяч лия под водой» французский писатель-фантаст Жюль Верн. После небывалого успеха истории капитана Немо в мире начался настоящий бум подводного конструирования. Попытки создания подводных аппаратов в Англии, Франции, США и России. Однако реальных успехов на этом поприще удалось достигнуть лишь в начале 20 века. Именно тогда были созданы лодки, в конструкции которых используются практически те же базовые принципы, что и в современных атомных субмаринах. Итак, как же работает подводная лодка? Для нормального функционирования субмарины она должна отвечать как минимум двум обязательным условиям. Обеспечивать управляемость при погружении, всплытии и смене глубины, а также выдерживать давление воды в подводном положении. В основе погружения и всплытия под лодки лежит всем хорошо знакомый закон Архимеда. Согласно ему, погруженное тело плавает в равновесии, когда его вес равен весу вытесненного им объема жидкости. Следовательно, для того, чтобы лодка утратила плавучесть и начала погружаться, нужно просто сделать ее тяжелее. Но как изменить массу лодки в открытом море? К решению этого вопроса подошли весьма остроумно, решив использовать в качестве балласта то, с чем в море точно проблем не возникнет. А именно воду. Для погружения под воду специальные цистерны на борту субмарины просто заполняются забортной водой. При всплытии осуществляется обратный процесс. Продув балласта, вследствие чего вода вытесняется из цистерн с сжатым воздухом. В подводном положении лодка может менять глубину погружения с помощью рулей. Емкости, заполняемые водой, носят название цистерны главного балласта, или сокращенно ЦГБ. Они разделены на три группы – носовую, среднюю и кормовую. ЦГБ заполняются в зависимости от выполняемого лодкой маневра. К примеру, при срочном погружении балластом заполняется цистерна быстрого погружения. Если же лодке необходимы идти по поверхности воды, то цистерны главного балласта заполняются воздухом и служат своеобразной воздушной подушкой. Воздушная система – вообще важный компонент любой субмарины. Погружение, всплытие, удаление отходов – все это делается при помощи сжатого воздуха. Последние хранят под высоким давлением на борту ПЛ. Так он занимает меньше места и позволяет аккумулировать больше энергии. Воздух высокого давления находится в специальных баллонах. Как правило, за его количеством следит старший механик. Пополняются запасы сжатого воздуха при всплытии. И, как мы уже говорили, вторым из важнейших параметров любой подводной лодки является ее способность выдерживать подводное давление. От этой важнейшей характеристики напрямую зависит живучесть подводного судна. Ее обеспечивает особая конструкция корпуса субмарины, который, в свою очередь, может состоять из двух корпусов – прочного и легкого, или только прочного. В первом случае речь идет о российских подводных лодках. Во втором – об американских. Прочный корпус принимает на себя давление воды, для чего ему придается специальная оптимальная форма. Внутри прочного корпуса находятся все основные системы и устройства подводной лодки. Для создания прочных корпусов используются в основном высокопрочные легированные стали и титановые сплавы. Толщина обшивки прочного корпуса при диаметре 8-12 метров может составлять от 40 до 60 миллиметров и более. Легкий корпус обеспечивает оптимальное обтекание во время плавания. Для обеспечения радиолокационной невидимости его одевают в специальное противорадиолокационное звукоизолирующее резиновое покрытие. Внутри легкого корпуса размещаются балластные и топливные цистерны, рулевые тяги и гидроакустические антенны. В подводном положении межкорпусное пространство заполняется водой. Так как давление на легкий корпус снаружи и изнутри уравновешено, нет необходимости делать его прочным. Толщина обшивки легкого корпуса составляет, как правило, от 8 до 16 миллиметров. Разделения на отсеки обеспечивают подводной лодке дополнительную живучесть. Отсеки отделены друг от друга водонепроницаемыми дверями-переборками с быстродействующими запирающими устройствами. Разобравшись с основными особенностями конструкции любой подлодки, давайте рассмотрим такой немаловажный фактор практически любого транспортного средства, а именно его двигатель. Первые подлодки в качестве основной тяговой силы использовали паровые установки, которые разогревались с помощью угля или другого топлива. Нетрудно догадаться, что на борт даже самой большой субмарины мог поместиться весьма ограниченный запас подобного горючего. Это напрямую влияло на то время, которое лодка могла находиться в плавании. После того, как в 30-х годах дизель-электрические подлодки уже перешагнули 20-узловый рубеж, казалось, эра подлодочных поросиловых установок завершилась навсегда. Но прошло всего 10-15 лет, и о них вновь вспомнили. Разница состояла лишь в том, что пар для турбины должен вырабатывать непривычный котел, сжигающий органическое топливо, а котел атомный. Один килограмм его ядерного горючего урана-235 по выделяющейся тепловой энергии эквивалентен 2700 тоннам каменного угля или 1700 тоннам бензина. В основе работы ядерной энергетической установки лежит управляемая цепная ядерная реакция. Эта реакция представляет собой самоподдерживающийся процесс деления ядер изотопов урана или делящихся изотопов других элементов под действием элементарных частиц – нейтронов, которые, благодаря отсутствию электрического заряда, легко проникают в атомные ядра. При делении ядер образуются новые, более легкие ядра – осколки деления. Испускаются нейтроны, и освобождается большое количество энергии в виде тепла. Тепло через специальные трубки нагревает воду, вода преобразуется в пар. Ну а тут уже включается в работу паровой двигатель, который и приводит в движение винты. Это, разумеется, очень упрощенная схема, однако так легко понять основную суть. Как мы уже говорили, один килограмм его ядерного горючего по выделяющейся тепловой энергии эквивалентен 1700 тоннам бензина. Таким образом, подводная лодка получает просто огромный запас хода без нужды в дозаправке и может пребывать под водой месяцами. Однако тогда появляется вопрос – откуда брать кислород для дыхания на такой длинный срок? Ответ прост. Из того, что всегда под рукой – из воды. Если пропустить через воду электрический ток, жидкость начнет диссоциироваться на составляющие молекулы воды атомы. В результате процесса электролиза воды получают кислород и водород. Далее кислород хранится в сжатом виде, откуда и подключается к системе снабжения им экипажа. Первая в мире атомная подводная лодка была принята на вооружение в США в сентябре 1954 года. Она, как и легендарный корабль капитана Немо, называлась «Наутилус». Естественно, сразу же после появления у штатов атомной субмарины над постройкой подобной лодки начали работать и в Советском Союзе. Так появился проект 667, в результате которого и была создана первая советская атомная подлодка. Причем сроки строительства и проведения испытаний первого образца поистине впечатляют. Будучи заложенной в стапель в Северодвинске в конце 1964 года, она была спущена на воду уже в августе 1966, а в строй вступила на следующий год. Подводный корабль был назван «Ленинец» и получил обозначение К-137. В настоящее время такие темпы немыслимы даже для обычных наводных кораблей, не говоря уже о подлодках, которые строятся зачастую десятилетиями. В начале 70-х годов, в рамках логики гонки вооружений, США была введена достаточно эффективная система гидроакустической локации подводных лодок, которая сделала отчетливо видимыми местоположение советских подводных лодок на боевом дежурстве вблизи берегов Северной Америки. В результате возникла необходимость отодвинуть границы боевого дежурства от берегов потенциального противника. Но для этого требовалось увеличить дальность действия ракетного вооружения. Так появились подводные лодки проекта 667-Б, получившие обозначение «Мурена». Развитие конструкции и боевых возможностей подводной лодки проекта 667 происходило непрерывно и постоянно. Совершенствовались системы вооружения, системы навигации, радиосвязи, управления огнем, а также основные и вспомогательные силовые установки. Проводились работы по снижению заметности, шумности и повышению боевой живучести. На сегодняшний день российский подводный флот по праву считается лучшим в мире, а мощное вооружение современных субмарин многократно повысило боевые возможности подводного флота, сделав его одной из важнейших составляющих российской ядерной триады.